Суровая ирония судьбы. Государство с одним из самых больших запасов ядерной промышленности – бомб и ракет. В один момент отказывается от своего потенциала ради гарантии безопасности и как надежду, что никогда не будет участвовать в войнах. Через 20 лет на эту страну нападет государство, которое давало обязательство уважать территориальную целостность и суверенитет. А еще через 9 открыто будет угрожать судным днем. Вы смотрите «Фабрику новостей». С вами София Кожемник. В этом выпуске мы поговорим про ядерное оружие в Украине. В 1991 году Советский Союз распался. И немного позднее мир столкнулся с вопросом – а что делать с ядерным оружием, которое находится на территории Республики СССР? Украина же среди всех 15 членов бывшего Союза была второй по ядерному потенциалу. Украина располагала примерно 1 третью советского ядерного арсенала, третьего по величине в мире на то время, а также значительными средствами его разработки и производства. На территории Украины оставалось 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н с шестью боеголовками каждая, 46 МБР-РТ-23 – молодец, с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжелых бомбардировщиков – всего около 1700 боеголовок. Ядерное оружие располагалось на базах в Мельницкой, Волынской, Сумской, Николаевской, Житомирских областях. Фактически с 1991 года оно контролировалось Содружеством независимых государств, созданным после распада СССР. Как же в будущем расскажет первый президент Украины Леонид Кравчук, размещения на территории страны ядерные боеголовок производились возле российского Нижнего Новгорода и по окончанию срока годности к 1997 году должны были быть возвращены на утилизацию. Связанная с ядерным оружием советская инфраструктура была крайне дорогостоящей. Позже Кравчук оценивал стоимость одной шахтной пусковой установки в 1 млрд долларов США, а всего системы в целом в 200 млрд. Украина не могла построить новое предприятие, способное производить и поддерживать ядерные системы, так как не имела таких финансов. Финансовой помощи от Запада и США также не было. Скорее, Америка даже оказывала давление на Украину, призывая избавиться от ядерки, так как именно на эту страну были направлены ракеты. Также украинское правительство не имело кодов для запуска ядерного оружия. У нас на счету не было ничего. Разве нам дали бы кредиты на изготовление боеголовок? Это же безумие. Поэтому все корни вопроса не в том, что мы были такие нелепые, что просто отдали ядерное оружие. Мы не могли им управлять. Говорил Кравчук. Поэтому в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписывают Будапештский меморандум. 5 декабря 1994 года в Будапеште, Венгрии на саммите ОБСЕ проходит встреча четырех государств. Украина, Россия, Великобритания и США. Посвящена она будущему отказу Украины от ядерного оружия. Подписывается Будапештский меморандум «Гарантии безопасности для Украины». Государство-подписанты обязуется уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. Воздерживаться от угроз или применения силы и экономического давления. А в случае каких-либо угроз Украине с применением ядерного оружия требовать от Совета безопасности ООН незамедлительных действий. После подписания меморандума Украина получила от США 850 миллионов долларов финансовой помощи, а от России скидку на газ и топливо для АЭС. Сам же северный сосед взамен за сокращение ядерного арсенала получил 60 миллиардов долларов. На приговорах в Будапеште Украину представлял уже Леонид Кучма в качестве нового второго президента Украины. Накануне его поездки на саммит в Верховной Раде проходили серьезные дебаты. Кучма должен получить четкие гарантии о ненападении. Позже Кучма назовет роковой ошибкой Будапештский меморандум и попробует разделить ответственность с Кравчуком. То, как мы отказались от ядерного оружия и подписали Будапештский меморандум без настоящих гарантий безопасности от всех больших государств. «Мы и я, и предыдущая власть, которая и разрабатывала этот документ, оказались не готовы к тому, что в мировой политике такого уровня обещания могут быть пустыми. Что возможны такие лицемерия и цинизм», – комментировал Кучма. Интересно, что российские пропагандистские СМИ любят интерпретировать некоторые американские спикеров, политтехнологов, артистов и ученых, как голос разума, показывая, что даже в США люди против, как заявляется, оголтелой политики НАТО и Запада. Так, уже после полномасштабного вторжения федеральное издание часто тиражирует заявление профессора Чикагского университета политолога Джона Маршамайера. В нынешнем возрасте ему 75 лет. Он говорит довольно сомнительные вещи. Например, что РФ сможет победить в войне против Украины и что во вторжении виновата не сколько Россия, как НАТО и политики Альянса на востоке Европы. Но эти же СМИ, когда речь заходит о ядерном оружии и потенциале Украины, забывают работы Маршамайера от 1993 года. Тогда Маршамайер писал, что отказ Украины от ядерного оружия – это большая ошибка. В его статье содержался прогноз о том, что Украина без каких-либо средств ядерного сдерживания, вероятно, подвергнется агрессии со стороны России, но в то время работа не привлекла многих сторонников. Так, собственно, и произошло. Первые намеки на планы России появились еще в 2003 году, когда возник конфликт вокруг острова Тузла. Россияне хотели соорудить дамбу на территории, которая относится к украинскому крымскому полуострову. Но впервые окончательно стало понятно, что Будапештский меморандум – это всего лишь кусок бумаги в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Гарантий нет, РФ напала на Украину, а США и Великобритания реагируют недостаточно мощно. Санкции ослабляют Россию экономически, но это не мешает агрессии, и она не покидает захваченную территорию. Как оказалось, интерпретирован меморандум в разных странах был по-разному. Так, в украинской версии указано словосочетание «гарантии безопасности». В английской же версии вместо «гарантии» появился другой термин – «заверение» – «assurances». Возможно, это и послужило причиной такой слабой реакции Запада на события 2014 года. Как можем понять по действиям Путина, в варианте на русском языке вместо «гарантии» и «заверений» были «пожелания». И дополнительно в скобках – «по возможности». По итогам саммита США-Северная Корея, Дональд Трамп и Ким Чен Ын пришли к документу о денуклеаризации корейского полуострова. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко на фоне этих событий вспомнил о Будапеште. «Надеюсь, что гарантии безопасности по денуклеаризации полуострова должным образом учтут недостатки Будапештского меморандума». На это отреагировал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. Украина получила заверение в безопасности, а не гарантии. Но при этом администрация Барака Обамы должна была сделать больше, чтобы поддержать Украину. Например, предоставить противотанковые комплексы «Джавелин». Несмотря на призывы Украины о военной помощи, Великобритания и США не реагировали. В 2023 году Билл Клинтон расскажет, что Путин планировал вторжение в Украину, несмотря на подписанные договора и заверения. «Путин сказал мне это в 2011 году, за три года до того, как он взял Крым, что он не согласен с документом, который я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал, что «я не согласен с этим и этого не поддерживаю. Я им, но документом не связан», – отмечает Клинтон. Клинтон не пояснил журналистам, о каких положениях Будапештского меморандума тогда говорил лидер РФ. Но, по его словам, именно в тот день он осознал, что будущий конфликт в Украине – это лишь вопрос времени. А заявление Клинтона подтвердил и сам президент России. Причина вновь выдуманная. После Майдана пришла новая власть, которой мы ничего не обещали. Когда мы указываем, что это антиконституционный переворот, то нам говорят – нет, это не вооруженный захват власти, это революция. А если это революция, то тогда мне трудно не согласиться с некоторыми нашими экспертами, которые считают, что на этой территории возникает новое государство. В результате революции создается новое государство, как это было в 1917 году, заявил Путин и добавил, что в таком случае никакие предыдущие обязательства не имеют значения, в том числе и условия Будапештского меморандума. Почему именно в этот раз Путин заявил, что революция – это формирование нового государства, а не недовольство населения властью? Вопрос риторический. Россия, не уважающая все международные соглашения и договоренности, вторгается в Украину. Гарантии Запада оказались всего лишь озаверениями. Будапештский меморандум давно не работает и находится в мусорном ведре. Возможно ли, что Украина вернула свой ядерный потенциал? Менее чем за неделю до полномасштабного вторжения 19 февраля 2022 года Владимир Зеленский пригрозил выходом из Будапештского меморандума, что подразумевает возвращением ядерного оружия в Украину. За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Этого оружия теперь у нас нет. Безопасностей у нас тоже нет. Нет и части территории нашего государства, которое по площади, кстати, больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное, нет миллионов наших граждан, граждан Украины. Итак, кое-что есть. Есть право. Право требовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира. С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня, 19 февраля. Украина сделает это в четвертый раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел, и если они снова не состоятся, или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению. Заявил тогда Зеленский. Как мы могли понять, встречи так и не произошло. Обращение эмоциональное и скорее звучит как призыв поговорить, чем угроза появления соответствующего оборудования. Но Владимира Путина это слишком впечатлило, и в своих речах он стал заявлять, что возможное получение ядерного оружия в Украине стало одной из причин для начала так называемого СВО. После интервенции России и постоянных угроз от этого государства, судным днем и апокалипсисом, вопрос о возвращении ядерного оружия в Украину стал все чаще появляться в обществе. 5 августа 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможных вариантах получения ядерки. То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами. Вряд ли это вообще возможно. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Тем межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, это сложная вещь, сказал Данилов. Однако, по его словам, сейчас есть страны, у которых нет ядерного оружия, но им его предоставляют страны-члены НАТО. Такие случаи есть. Будем ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу. Потому что это сложная, ответственная и трудная работа, сказал Данилов. Какие страны в мире располагают ядерным оружием? США, Великобритания, Франция, Россия, КНДР, Китай, Индия и Пакистан. Предполагается, что в этот клуб еще входит Израиль. Однако, власти страны никогда не подтверждали и не опровергали наличие такого арсенала. При этом, Израиль не подписывал договор о нераспространении ядерного оружия в мире. Также, ядерное оружие находится на территории некоторых государств, являющихся членами НАТО. Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды и Канада. Предположительно, официально отрицается Япония и Южная Корея. Будапештский меморандум можно считать одной из главных ошибок Украины. Но если отбросить эмоции, то в условиях кризиса, в котором жила Украина после распада СССР, то возможности содержать то ядерное оружие не было. И даже если бы ядерный комплекс остался, то доступа к нему тоже не было. Возможно ли ядерное оружие в Украине? К сожалению, но в ближайшее время нет. Пока на территории государства идет полномасштабная война и Украина не состоит в НАТО, ядерного оружия, скорее всего, не будет. Будет ли после – не факт. Действительно, ядерное оружие – это настоящая гарантия, что в будущем, после свержения российского режима и Путина, РФ не захочет так называемого реванша. Но вряд ли Запад, несмотря на всю помощь, заинтересован в появлении нового ядерного государства, которого нельзя будет игнорировать. Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Багуна Тарас Березовец в эфире «Фабрик и новын» рассказывал о потенциальных американских базах с ядерным оружием в Украине. По его словам, есть вероятность, что наша страна может принять ядерное оружие США в течение 5-10 лет. Также он считает, что Украина способна сама создать ядерное оружие. Его мнение разделяет и украинский политолог Сергей Гайдай. И он заявляет, что у Украины есть прекрасная возможность вернуть себе статус ядерной державы. Так как для этого есть все необходимые наработки. По его словам, Южмаш может создавать баллистические ракеты, которые могли бы долететь до Москвы и Урала. Украина, по его мнению, могла бы воспользоваться опытом Израиля и тайно создавать ядерное оружие. И я не думаю, что мы настолько втратили свой потенциал, что не сможем себе позволить створить таймную ядерную оружие под этим шляхом Израиля. Вот это будет лучшая гарантия. Поэтому реальные гарантии безопасности нужно будет создавать лично Украине. Спасибо, что смотрели. Это были 12 минут. Меня зовут София Кожевник. Ставьте лайки, подписывайтесь на фабрику новостей. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!